туалетная вода alien flora futura появилась сравнительно недавно в 2018 году но когда я искала информацию о данной туалетной воде я с удивлением обнаружила что существуют как бы две разные пирамиды словно речь идет об абсолютно разных ароматах я не знаю в чем причина наверняка ну лично мое мнение я подозреваю что просто одна из пирамид такая коммерческая красивая легендарная пирамида а другая уже имеет отношение к действительности то есть более реальная если говорить об этой композиции то конечно очень пафосный запуск очень много такой рекламной информации было при выходе данной туалетной воды во-первых героиня этого аромата необычайно прекрасно необычайно и прекрасно необычайно и потому прекрасно вот такая информация о ней и сам аромат как следует из названия посвящен цветку flora futura цветок будущего и речь идет о цветке который распускается в безжизненной пустыне и цветок этот выращивает некая мифическая полуженщина полубогиня вот та самая необычная и прекрасная и цветок этот он воспевает рассвет нового прекрасного мира символизирует чудо воскрешения природы превращение безжизненной пустыни в цветущий оазис и вообще символизирует надежду на будущее при запуске этого аромата была информация о том что в сердце композиции три откровения искрящиеся откровения это цитрон цветочное откровение это цветок кактуса царицы ночи и сливочное откровение это сандал сандал и белая амбра если сегодня почитать что компания сообщает об этом аромате на страничке официальной то это мы можем узнать что flora futura это аромат который посвящена до цветку который распускается в пустыне и да и он символизирует собой в начало нового светлого мира нас божественный цветок который символизирует рассвет мира наполненного светом вот как бы оптимизмом и новыми чаяниями и речь идет не о каких-то трех откровениях а трех раскрытиях бодрящее раскрытие это апельсин сияющее раскрытие это жасмин и обволакивающее раскрытие белая амбра вот почему говорю что есть как будто бы две различные пирамид собственно говоря речет не о пирамидах трех основных элементах композиции но изначально нам объявляли что будет цитрон сейчас указан апельсин сердце композиции кактус сейчас указывается жасмин ну и белая амбра она по-прежнему указывается в обеих пирамидах но раньше и речь еще шла и о сандале сандал действительно в аромате присутствует но почему-то его не указывают на официальной странице пробник официальный белый картон милованный с окантовкой цвета черленого золота металлизированным фиолетовым цветом название линейки alien и аромата flora futura ниже тоже такой цвет черленого золота название бренда мюглер и фиолетовым металлизированным шрифтом цветом название точнее констрация туалетная вода ниже очень бледно-серым цветом объем 1,2 миллилитра сзади код выбит наклейка русификатор и фиолетовым шрифтом информация о том что пробник не предназначен для продажи идут компоненты химические адрес и страна-производитель франции внутри тоже очень мало информации на трех языках информация как раз вот о том самом необычном цветке который развел в сердце этой пустыни и есть сердце композиции свежесть и манящая чувственность флора футуристический цветок рядом мы видим флакон розово-оранжевого цвета на сайте компании есть информация почему на такой цвет был выбран для композиции потому что он символизирует собой цвета рассвета в пустыне когда мир тьмы уступает место свету надежды и оптимизма флакон в отличие от большинства других флаконов компании мюглер не перезаполняем вот он тоже как раз на фоне вот этих цветов рассвета пробник непрозрачная колба пластиковая белого цвета фиолетовым шрифтом объемные надписи alien flora futura мюглер туалетная вода 1-2 миллилитра пробник не предназначен для продажи произведен во франции что же сказать об этом аромате ну если собрать так в целом пирамиды совокупно то верхними нотами указывают пальчатый цитрон это растение которое еще называется рука будды этот цитрон который несет себе генетическую мутацию и визуально он похож на сросшиеся вместе толстыми частями стручки перца чили только желтого цвета такого лимона поскольку этот цитрус по справочной информации в аромате именно этого цитрона присутствует больше леденцовый аспект и меньшей терпкости еще указывают среди нот яванол это как раз вещество которое пахнет сандалом иногда вы еще указывают как ложный сандал в пирамидах ну и на официальной странице как я говорила указывается апельсин все композиции цветок селены циреуса это кактус царица ночи но сейчас на официальной странице указан жасмин и по мнению критиков парфюмерных специалистов в аромахимии и по моему тоже личному ощущению также здесь присутствует розовая вода в базе сандал и белая амбра как уже было сказано первое что я слышу когда распыляю эту композицию это то что этот аромат мне больше напоминает классический эллин на старте чем экстраординарная туалетная вода которую я вчера тестировала это сладкий запах пудровый пудра такая ванильная и на коже она пылит она более пыльная чем классическом эллин там более такая мягкая пушистая пудра а здесь такая ванильная припорошенная но а зато она хорошо ассоциируется с пылью в пустыне вот то что нам хотели донести автор этой композиции затем я слышу тоже сладкие смолы немного пряности меньше чем классическом эллин цитрус хорошо слышен цитрус но действительно такой кисло-сладкий более в уклон в сладкую сторону цитрусов но мне как-то чуть чуть более остренький чем цитрусы цитусовые цветы в туалетной воде экстраординарный но цитрус он как-то так вот возвышается над всеми другими нотами как какая-то космическая антенна раз у нас речь идет о пришельцах и под ним это уже такие сладкие цветы сладкие смолы и ванильная пыльная пудра затем появляется зеленая нота как и во всех тех эллинах которых я тестировала классический экстраординарный вот теперь флора футура появляется зеленая нота в случае с флорой футурой это очень интересная зеленая нота такая сочная пюреобразная которая немного делает отсылку в стороны ауры напоминать много ауру и как-то сразу композиция как будто бы она рассеивается из такой теплой теплого рассвета пустыне возникает некая пустота и появляется холодный жасмин и холодная роза может быть белая даже но тут холодная розовая вода я всегда удивлялась почему многие по отзывам слышат классический эллин парфюмерную воду как холодный жасмин для меня это всегда теплый аромат если не сказать жаркий то ну да может быть есть более жаркий жасмин но теплый как минимум в данном случае вот флора футура действительно холодный цветок и сочетание холодного жасмина легкой такой розовой воды свежесладкой она без кислинки там есть конечно цитрусовые определенные нюансы но в целом это такая сладко-свежая розовая вода и сочетание с этим зеленым пюре сочным мясистым возникает действительно эффект как будто бы мы обоняем мякоть кактуса разломленного такого сочного мясистого и какие-то прохладные бело цветочные ноты вот видимо это как раз та нота которая называется королевой ночи цветком селенициреуса поскольку конечно вряд ли использовали непосредственно этот цветок в создании аромата несколько часов я слышу этот кантус он припудренный да есть вот эта ванильная пудра она становится чуть-чуть менее пыльной и ближе к базе спустя четыре часа где-то может быть чуть больше база начинает проявляться очень похожее сначала на тоже на классическую базу пришельца древесина теплая со смолами с ванилью такая сладкая древесина опять такая плотность пудр появляется но чем дальше мы двигаемся к концу звучание аромата а на волсах он продержался более 12 часов и в принципе такой достаточно диффузный аромат и менее плотно чем элен если в шлейфе то где-то на порядок наверное на ступень или даже на 2 менее плотно чем классическая парфюмерная вода на коже флора футура звучит достаточно плотно и вот это припыленность она более выражена на коже шлейфе с волос звучит легче и прозрачнее на мой взгляд то есть этот элен достаточно прозрачный для тех кому классически тяжелый вот этот пришелец более легкий и по мере того как мы приближаемся к базе зеленая нота взаимодействует с сандалом а сандал здесь такой влажно-молочный бывает сливочный сандал такой плотный сладкий здесь он менее плотный менее сладкий есть такая опять же горечка ры характерная для классического пришельца присутствует и вот в это в этом странном сочетании такой пюреобразной влажной зелени и молочного сандала с пряностями я не могу отделаться от ощущения что в базе да плюс еще ваниль уже самое последнее звучание базы вторая фаза очень напоминает мне ауру вот есть люди которые считают что флора футура сочетает себе ноты элиэна и ауры кто-то не согласен с этим но я могу примкнуть к мнению тех кто считает что присутствие ауры в элен футура достаточно наявно ощутимо ну и плюс конечно же горечка ры классического англа она тоже в базе присутствует до конца кто создавали этот аромат это все тот же доминик рапион авторы всех остальных ароматов линейки элен который также создавал знаменитую олимпию пакарабан тоже запах сладко цветочный с жасмином антердиджи ванши и с автор это жан-кристоф эро автор аромата флороботаника баленсиага коктейл стори фаберлик и мужского аромата позе с компания рефлейм также если проводить параллель с известными ароматами то можно заметить что некоторые пользователи отмечают некоторое сходство между ароматом флора футура и композиции my insulin герлен но я лично my insulin не пробовала у меня есть другой аромат дома герлен который мне тоже напомнил флора футуру это парфюмерная вода а инстан мажик в версии с черными боковыми гранями плоский флакон вот что-то на старте такое пудрово-цветочная и с пряностями действительно как бы роднит эти композиции возможно есть нота аниса которая придет определенный характер аромату от дома герлен и в котором родство я обнаруживая во флоре футуре